МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Ольга Панова. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители деревень и сотрудники ФАПов отметили, что теперь у них есть все необходимые условия для оказания своевременной и качественной медицинской помощи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самом деле сегодня у вас праздник. Сегодня мы открываем у вас в районе первый ФАП. Но уже по указу главы Чувашской республики это восьмой ФАП в республике. И это здорово. И это только начало. Модульный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Старой Урмары будет обслуживать около полутора тысяч человек. Он расположился в трех километрах от центральной районной больницы. Здесь созданы все необходимые условия для оказания первичной медицинской помощи населению. Программа по запуску ФАПов в республике продолжается. В этом году планируется открытие 20 пунктов по одному на район республики. За три года их количество должно достигнуть 100. Уже сейчас наряду с урмарцами обратиться за помощью в акушерские пункты могут жители Яндиковского, Цивильского, Батаревского, Аликовского, Ядринского, Яльчевского и Козловского районов Чувашии. Ольга Алексеева, Оксана Александрова, Александр Петров, Республика. 8 сентября отмечается День финансиста. В этот день, в 1802 году, Александр I образовал Министерство финансов в России. Но сам праздник стали отмечать значительно позднее, с 2011 года. На протяжении своей истории Министерство финансов играло, играет и будет играть одну из самых ключевых ролей в проведении финансовой политики страны. Еще в первой половине позапрошлого века граф Конкрин, один из самых видных и наиболее выдающихся российских министров финансов, предельно четко сформулировал. «Защита финансов – это защита жизненной силы существования государства». Конец цитаты. А за защиту финансов в полной мере ответственны финансовые работники. Сейчас в России, по сути, заново формируются бюджетные отношения. Перед органами государственной власти стоит задача перейти к регламентированному бюджету, чтобы контролировать не структуру затрат, а их общий объем и получаемые результаты. В свете решения этой задачи в полной мере будут востребованы высокий потенциал профессионализм финансовых работников всех уровней. От вас понимание, как вложить средства с умом и бизнес-план, а от правительства региона – деньги на развитие дела. В Чувашии уже несколько лет действует грантовая поддержка малого бизнеса. О том, как это реально работает, в нашем следующем сюжете. Движение – это жизнь, а значит, двигаться должно быть удобно. Вероятно, так подумали жительницы Чебоксары и решили открыть предприятие по пошиву спортивной одежды. Хорошей оказалась не только идея, но и, судя по всему, бизнес-план. Его в правительстве региона поддержали и на развитие дела выдали специальный грант в размере 300 тысяч рублей. Информация, выделенная о гранте, была получена со средств массовой информации. Благодаря этой программе у нас появилась возможность проявить себя. Мы занимаемся на данный момент по шивам спортивной одежды, восточного единоборства – это карате-дзюдо. Благодаря этой программе мы получили возможность купить себе новое оборудование – аверлок, машины, швейные. Так, благодаря гранту, появилось новое производство и, соответственно, новые рабочие места. Сейчас на предприятии трудятся около 10 человек. Представители компании отмечают, в планах только рост, ну а выделенных денег вполне хватило для того, чтобы встать на ноги. Для первого шага этих денег достаточно. Мы купили оборудование. Я считаю, что, в принципе, все это возможно. На мне сегодня одета та продукция, того предприятия, которое получило грант. Это продукция, смотрите, то есть, как бы, кимоно, они выпускают довольно-таки приличный вид изделия, опробован, да, то есть, как бы, наглядно сегодня. И мы всем нашим предпринимателям предлагаем тоже приходить за грантами и за другими формами поддержки, которые у нас сегодня существуют. Потому что нет сегодня, не существует преград для получения тех или иных форм поддержки. Например, республиканский биосинкубатор, помимо подготовки документов на гранты, предоставляет в аренду помещение. У нас это, сегодня мы ищем инноваторов и новые предприятия, которые способны сегодня арендовать помещение у нас. Также мы оказываем, помимо имущественной поддержки, оказываем также поддержку бухгалтерского характера и юридического характера. Специалисты отмечают, грант можно получить практически на любой вид производства и услуг. Иными словами, в тех сферах, где можно составить бизнес-план, за исключением купли-продажи. Под бодрое мычание, под дружеское ржание в Чувашии демонстрировали ценные породы сельскохозяйственного скота. Сегодня в нашем регионе открылась выставка племенных животных. Ольга Пырочкина с подробностями. Эти модели ходят вовсе не по подиуму и параметру этих симпатичных телочек совсем не 90-60-90. Здесь свои критерии красоты. Смотр коров – одно из мероприятий, которые проходят в рамках выставки племенных животных. То есть тех, которые предназначены для продолжения рода. Ну или в данном случае воспроизводства породы. Крестьяне издавна отбирали себе животных, чтобы они были продуктивные, высокопродуктивные и отличались крепким здоровьем своим и долго служили. И вот с древних времен крестьяне занимались селекцией животных. Здесь целые палитры животных, птиц и зверей. По заверениям специалистов, стоимость хорошей племенной коровы вполне сопоставима с аномаркой, а в некоторых странах даже с самолетом. Посмотреть на такое богатство приехали и представители других регионов. Я смотрю, вы здесь совершенствуетесь. Вот это направление очень важно. Сегодня мы постараемся все, что хорошее, вас перенять и внедрять в нашу Нижегородскую область. Познакомились посетители с перспективными породами среди мычания, бления, ржания и звонкого кукарекания. Впрочем, были на выставке и те представители фауны, которые вели себя тихо, к примеру, карпы. Кстати, как уверяют специалисты, в этой рибе на 13% меньше костей. И это тоже благодаря селекции. Всего в выставке поучаствовали более полусотни сельскохозяйственных предприятий. В нашей рыночной экономике конкуренция возрастает. И если мы не будем в этом направлении двигаться, увеличивать количество племенных хозяйств, увеличивать поголовье племенного скота в республике, то мы можем отстать от других регионов. И поэтому эту задачу мы перед собой ставим, чтобы племенные хозяйства смогли продавать скот, а хозяйства, другие, оценивая этот скот, видя его, могли принимать решения для приобретения этого скота. В следующий раз посмотреть на лучших представителей сельхозпород можно будет в 2015. Выставка проводится раз в два года. Ольга Перочкина, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в Чебоксарах осветили храм в честь иконы Владимирской Божьей Матери. Священный обряд совершил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. На первом богослужении побывала и наша съемочная группа. Деревянный храм в честь иконы Божьей Матери Владимирской построили меньше, чем за два года. Возвели ее в исторической части города по улице Сейспеля, на том же самом месте, где ранее была построена первая в Чувашии православная церковь. Строили храм буквально всем миром. Если вашей помощи нет, участвовали бы ничего, ничего не построили. Это уже дошло ваше превосходство, совершилось. Спасибо за добрые слова. На самом деле наша задача в обществе сохранять стабильность для верующих, в данном случае для православных, создавать условия, чтобы они могли молиться, духовно обогащаться. Новая церковь, хоть и небольшая, зато очень уютная, отмечают первые прихожане. Иконостасы, все иконы изготовлены местными умельцами. В последнее время в Чувашии стали появляться новые храмы, церкви. Эта традиция будет продолжена, подчеркнул глава Чувашии. Я сам тоже верующий, моя семья тоже верующая. Мы ходим на праздники. Я смотрю и наблюдаю, очень много молодежи ходят. Хотя есть вопросы определенные. Поэтому мы с Русской православной церковью, с епархией Чебоксарской и Чувашской, как строили, так и будем строить эти храмы. Насколько наши силы позволяют, мы будем оказывать содействие. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Неподалеку от нового храма в исторической части города продолжаются раскопки на месте другой святыни, Никольского женского монастыря. После восшествия на престол Бориса Годунова сюда была сослана бабушка первого царя из династии Романовых. Мария VI прожила в Чебоксарах до конца своих дней и здесь же была погребена. Многие предполагают, что ее останки до сих пор хранятся в склепе под землей. Но реальных подтверждений этому пока нет. Археологи близки к разгадке. Что удалось обнаружить экспедиции, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Каждый день приносит археологам новые открытия. Буквально за неделю им удалось собрать три огромные коробки с находками. Экспедиция находится на верном пути. В этом историки уже не сомневаются. Место погребения Марии VI обнаружили и на старых планах монастыря. По всей видимости, здесь находился алтарь. Уже раскопана часть кирпичной кладки. Это первый этаж южного предела. А недавно на поверхность подняли осколок плиты. По всей видимости, ею и был уложен пол собора. Правда, в более поздний период, после реконструкции. Она делалась по слоям из цветных материалов. Это очень дорогостоящее производство, что удивительно в нашей местности. И точно такую же плитку мы обнаружили в известном доме купца Ефремова. Одной у сыновей в здании, в котором сейчас находится художественная галерея. И отделка первого этажа и второго сделаны из точно такой же плитки. Археологи предполагают, что место захоронения Марии Шестовой все-таки не было тронуто. Сто лет назад усыпальница уже была обследована специалистами. В начале 20 века здесь тоже проводили раскопки. И согласно документам, останки бабушки царя Михаила Романова были завернуты в чистые бумаги и положены обратно в склеп. Эта территория превратилась в место паломничества. В 1913 году, в год 300-летия дома Романовых, была создана большая комиссия во главе с казанским губернатором, который приехал в Чебоксары. И в торжественной обстановке они вскрыли это погребение, очень подробно описали, составили большой протокол и направили его Николаю II. И впоследствии, когда уже государем было признано это погребение, уже ему придали другой статус. Но в 1936 году храм был снесен. Историки предполагают, что из его кирпичей был возведен жилой дом. Сейчас в подвале здания расположен ресторан. Зайдя сюда впервые, директор Надежда Рыбакова заприметила необычную кирпичную кладку. И только потом поняла, какие тайны хранят эти стены. У них совершенно другой размер. И они и по толщине, и по длине кирпича. Они, ну, другие. У нас есть вот такой вот с вами кирпич сейчас? Вот обратите внимание. Посмотрите, какой большой кирпич. Такого кирпича сейчас нет. Сейчас другие стандарты, видимо, и по высоте, и по ширине. Но вот стандартный кирпичик, который сегодня. Поэтому было очень интересно. Кирпичи такого же размера археологам удалось обнаружить в первый день раскопок. Судя по всему, эта кладка была выложена во дворе монастыря. Отыскали участники экспедиции вот такой артефакт. Поначалу все думали, что эта кованая деталь – часть оконной решетки. Но очистив находку от грязи, выдвинули другую версию. Но расчистив, мы увидели, что она достаточно изящная, ажурная. И сегодняшняя наша версия, что, возможно, это деталь алтарной части самого Никольского собора. Очень аккуратный орнамент. Алтарная часть находилась в одном помещении с усыпальницей. Поначалу это были только предположения, но археологи и краеведы составили точную схему этого места. В раскопках участвуют и студенты-историки. Каждый день участники экспедиции поднимают наверх частички посуды, кости и камни. Просто попадаются в обычные крепичи, которые фундаменты. Или черепки. Они имеют, черепки, например, имеют историческую значимость, а камень – фундамента нет. Есть азарт, что в этой кучке найдешь или не найдешь. И хочется, если найдешь, например, такое чувство, что да, я сделал какой-то вклад в нашу историю, и хочется дальше, дальше работать, дальше копать. Значение имеет каждая находка. Все, что удалось обнаружить потом, исследуют специалисты. Но, по всей видимости, все версии археологов они подтвердят. Археологи находятся уже в полшаге от истины. Еще 20-30 сантиметров и должен показаться пол – усыпальница Южного предела. Согласно документам, именно здесь была похоронена Мария Шестова. Правда это или легенда станет известно уже скоро. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. 12 сентября в Театре оперы и балета начнется новый сезон. Откроет театральный год балет Сарпеге, который получил в 2012 премию «Лучший спектакль года» на театральном конкурсе «Узорчатый занавес». 18 сентября состоится вечер одноактных балетов. Наряду со сценическим представлением кантаты Кармина Бурана при участии Чувашской государственной академической симфонической капеллы будет представлен балет «Вечный свет» на музыку Шнитке, Шварца и Уильямса. Объединение двух этих спектаклей, отметили в театре, было интересным решением. Хоть они и повествуют не об одном и том же, но оба затрагивают извечную тему борьбы добра и зла. В конце сентября зрители ждут на концертном исполнении оперы «Верди» «Дон Карлос». В спектакле примут участие ведущие солисты нашего театра, а также гости из Санкт-Петербурга и Ешкаралы. Опера в пяти действиях будет исполняться на языке оригинала с использованием титров. Труппа театра приступила к репетициям еще одной оперы Джузеппе Верди «Отелло», премьера которой состоится 22 ноября в рамках международного оперного фестиваля имени Максима Михайлова. Сегодня в 20.30 на национальном телевидении «Чуваши» премьера нового игрового шоу «Наобум». Вас ждет увлекательное путешествие в страну русского языка. Азарт и желание подсказать игрокам не дадут вам скучать. Участники за считанные секунды должны придумать слово из определенного набора букв. При этом по кругу передается тикающая бомба. Зазевался – бомба взорвалась. А ты вылетел из игры. Ведущий программы – шоумен Михаил Морозов, а ее руководитель – Мария Шоклева. Автор таких программ, как «Куча мала», «Бухты-барахты». Мне снится сон. Как будто бы эта игра превращается в телепроект. Как будто я его делаю, пишу сценарий, набираю игроков. Проснулась я с четким убеждением – надо делать такую телеигру. Ну вот, собственно, спустя полгода, сегодня она и стартует на национальном телевидении «Чуваши». В первой игре в знании русского языка соревновались сотрудники национального телевидения. Людей нужно к телевизорам привлекать, потому что есть интернет, есть какие-то другие вещи, которые очень сильно отвлекают. И когда человек подходит к телевизору, его цепляет передача, хотя бы антураж, реквизит, артисты, герои, ведущий. И попутно, если он узнает какую-то информацию ненавязчивую, которая как раз в программе на «Бум» будет, она вот в таком вот виде подаваться на блюдечке с голубой каемочкой, мне кажется, зритель должен это так съесть, облизнуться и в следующий раз тоже искать эту программу в программе телепередачи. Я рекомендую всем прийти и поиграть. Это на самом деле драйв, это адреналин такой хороший. Вот вообще, ну, интересно, это здорово. Принять участие в игре может каждый. Собирайте команду и оставляйте заявку по телефону 64 11 11. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова